МОТОРИЗАЦИЯ ПЕХОТЫ Британцы начали работу над будущей БМП в 1972-м, после появления советских и немецких образцов. Инженеры составили спецификации с ориентиром на зарубежный опыт. 30-мм автопушка в башне полного вращения, отсек для семи пассажиров, комбинированная лобовая броня по технологии ЧОБЭМ и двигатель мощностью 550 лошадиных сил. Поскольку БМП рассчитывали применять совместно с подвижным и бронированным танком будущего MBT-80, хорошие ходовые характеристики были в числе главных приоритетов. По аналогии с основными боевыми танками программа получила название MCV-80 «Механизированная боевая машина». Проектом занялся концерн GKN в сотрудничестве с военным подрядчиком Vickers Defense Systems. Специалисты фирмы разработали универсальное шестикатковое шасси для целого семейства боевых машин. От ремонтно-эвакуационной техники до реактивной системы залпового огня. Однако в серийное производство пошла только БМП. Отличительной чертой MCV-80 стала 30-мм автопушка «Рарден». Её создавали в жёстких рамках. Пушку планировали разместить в небольших башнях, вроде бронеавтомобиля «Фокс», но при этом военные хотели получить большую точность на километровой дистанции. В итоге получилось орудие со специфической системой заряжания по три выстрела и двумя режимами ведения огня — одиночными или очередями. Спустя почти 15 лет работы в 1986 году БМП запустили в производство под названием FV-510 Warrior. А через несколько лет она впервые попала в реальные бои во время войны в Персидском заливе и на миротворческих миссиях в Югославии. Защищённость экипажа и прочие характеристики Warrior военные оценили удовлетворительно. Часть машин также оснастили противотанковыми ракетами «Милан» и дополнительной бронёй. Инженеры предусмотрели этот момент ещё на стадии разработки. А вот нестабилизированная автопушка «Рарден» стала одним из самых спорных узлов БМП. В экспортных и опытных модификациях производитель предлагал возможность заменить её, в том числе орудиями семейства «Бушмастер-2». Именно такую модель выбрал «Кувейт» — единственный иностранный заказчик, и эта модификация машины получила название «Дезерт-Уорьер». Однако другие варианты не дошли до серийного производства, и Великобритания отменила программу радикальной модернизации БМП. Формально «Ворьер» до сих пор состоит на вооружении страны, но правительство рассчитывает избавиться от устаревшей машины в пользу платформы «Аякс». Из-за специфики пушки «Рарден» тактика на оригинальном «Ворьер» не похожа на прочие БМП. Если не считать противотанковые ракеты, в номенклатуре орудия доступны три вида боеприпасов — подкалиберные, фугасные и полубронебойные. Подкалиберные отлично пробивают борта основных танков, а полубронебойные подходят для поражения зениток. Однако возможности пушки ограничены скорострельностью. На «Ворьер», в отличие от прочих БМП, перед ответным ударом можно сделать лишь пару выстрелов по цели. Поэтому вести огонь лучше издали, с закрытых позиций, и подкреплять атаку противотанковой ракетой. Модификация «Дезерт Ворьер» более универсальна. Скорострельность 25-мм автопушки «Бушмастер» заметно выше, а стабилизатор позволяет вести огонь на ходу. С другой стороны, орудия конкурентов, вроде советской 2А42 или швейцарской «Эрликон КБА», обладают ещё большей скорострельностью и могут стрелять с упреждением. «Бушмастер» же лучше подходит для позиционных сражений. Помимо этого «Дезерт Ворьер» способен запустить две ракеты ТОУ-2 без перезарядки, а на холмистых картах может вышивать крыши соперников боеприпасами версии 2П. В результате многолетней программы у британцев получилось своеобразное, но всё-таки довольно неплохая БМП по меркам своего времени. И на полях сражений «Вар Тандер» каждый сможет убедиться в её эффективности. А что вы думаете о «Ворьер»? Расскажите об этом в комментариях! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова